Всем привет дорогие друзья! Сегодня, как и ожидалось, я представляю вашему вниманию вторую часть про персонажей сериала «Пацаны» и его спин-оффа «Поколение Ви». Открывает наш выпуск невидимка по кличке Прозрачный. Здесь он является второстепенным антагонистом, который присоединяется к семерке. Прозрачный может преобразовывать свою кожу в углеродный метаматериал, который отклоняет свет вокруг его тела, но это естественно не распространяется на его одежду, поэтому ему приходится быть голым. Также метаматериал помимо невидимости придает и невероятную прочность его коже. Кроме того, Прозрачный способен преобразовывать свою кожу и на отдельные части тела, например руке, делая невидимой и неуязвимой только одну руку. Продолжение следует... 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 Синди — второстепенный антагонист сериала «Пацаны» и бывшая пациентка центра Sage Grove. Ее использовали в качестве подопытного для создания стабилизированной версии сыворотки Ви для взрослых, которая оказалась успешной, превратив ее в супера и наделив сверхчеловеческими силами. Синди обладает способностью манипулировать давлением, что позволяет ей крушить предметы и людей руками. Также она обладает невероятной сверхчеловеческой стойкостью. Ты же вроде сказал, получится. Я сказал, наверное. Люк Риордан, более известный как «Золотой мальчик». В сериале «Поколение Ви» он, как и многие, является студентом университета Годолкина, где обучаются суперы. Люк обладает невероятными термоядерными способностями. Он может создавать мощные потоки или взрывы огня из своих ладоней, которые запросто прожигают людей насквозь. В отличие от фонарщика, он сам не восприимчив к огню и может объять себя пламенем, регулируя его интенсивность. Также он способен достичь внутренней температуры воспламенения, что вызывает самоподрыв. Двойник Двойник – второстепенный персонаж сериала «Пацаны». Он обладает способностью превращаться в кого угодно, без необходимости физического контакта, и может трансформироваться даже по памяти. При этом он копирует как голос, так и поведение человека, в которого он превращается. Однако он не может, например, как мистик, копировать и одежду. А слишком долгое пребывание в другой форме причиняет ему боль, что вынуждает к обратной трансформации. Помимо копирования, Двойник больше не имеет никаких сверхчеловеческих способностей. Очень сложно не принимать это близко к сердцу. Я знаю. Держать форму так долго слишком больно. Превратись назад. Андре Андерсон В сериале «Поколение Ви» он больше известен как «Полярность». По сути, это молодая чернокожая копия магнета. Однако, в отличие от Эрика, он еще обладает сверхчеловеческой силой и выносливостью. Но главная его особенность – это, конечно же, манипулирование магнетизмом, которым он управляет своими руками. Андерсон способен полностью контролировать металл и полностью изменять его форму. Солдатик – один из сильнейших супергероев в мире до рождения Хоумлендера, а также капитан команды суперов Расплата. По сути, он стал биологическим отцом Джона. Помимо невероятной силы, он обладает сверхчеловеческой скоростью, ловкостью, рефлексами и прочностью, а также долголетием, ведь он родился в 1919 году. Солдатик также обладает способностью выпускать чрезвычайно мощные взрывы энергии, наполненные радиацией, из верхней части своего туловища в виде направленного вперед луча. Он невероятно мощный и способен полностью испарить обычного человека. А у Супера он полностью сжигает ВИИС крови, убивая или превращая его обратно в обычного человека. Кенжи Мияширо, он является младшим братом Кимико. Его главная способность – это телекинез. Кенжи способен перемещать довольно большие объекты силой мысли. Однако, поскольку его сила действует только через руки, Кенжи можно было легко обезвредить, связав и закрыв его запястье, ладони и пальцы. А после того, как Штормфронт сломала ему запястье, телекинетические способности Кенжи были и вовсе нейтрализованы. Королева Мэйв – настоящее имя Маргарет Шоу. Публичный образ королевы – это образ воина, феминистки, гуманитария и образца для подражания. Но на самом деле она, как правило, подавленная, словленная, разочарованная и циничная личность. Она была вторым по силе членом семерки, затем перешла на сторону пацанов. Основными способностями королевы Мэйв является чрезвычайно увеличенная соцеловеческая сила, намного превосходящая силу обычных людей, плюс скорость, ловкость, стойкость и повышенное чувство, а также она еще и мастер боевых искусств. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok